добрый день дорогие друзья всем добрый день сегодня у нас 31 июля и 3 минахим ава 3 число месяца минахим ав разошлось раньше она была прям рядышком что почти день в день календарь еврестий и обычный а сегодня уже видите разошлось 3 минахим ава и 31 июля завтра будет 4 и 1 значит уже три дня будет разница значит мы продолжаем изучать тору сейчас время называется беном и царим между тиснин и как раз сейчас начинается после начала месяца а вот последние 9 дней до 9 вава самые строгие законы нельзя радоваться нельзя мыться нельзя мыться горячей водой для удовольствия нельзя стирать пить вино кушать мясо то есть вообще сейчас минимум вообще веселья максимум такого как бы ну вот плохое время что делать плохое время 9 дней и мы как бы чуть-чуть себя при сами себя берем беном и царим сами себя берем страдания для того чтобы понять что что вообще не пришли просто так страдать я это понимаю так что мудрецы предупредили сказали сейчас будь осторожен не надо никаких тебе праздников ничего не надо уже это плохое время сейчас вот мы по чем заниматься в плохое время изучаем свои пути не исправлять их это единственное чем надо заниматься в плохое время потому что если этим не заниматься так а чем еще заниматься и так плохо хотя бы можно что-то исправить и вообще все что плохо нам дается для того чтобы мы нашли какие-то во-первых нашли мотивацию человек не хочет чтобы ему было плохо то есть любой человек который которому плохо он тянется как бы сделать чтобы ему было хорошо вот тут интересно вино запретили пить запрещено пить вино в эти дни потому что самый простой способ выйти из состояния плохо в состояние хорошо это залить себе мозги алкоголем значит и как будто вы тебе в этот момент стало хорошо теперь мудрецы сказали не в это время нельзя пить вино ты не можешь так это это не выйти из проблемного состояния это это зайти еще глубже в проблемное состояние потом то есть поэтому пить нельзя что нужно для взору быть шива есть механизм который называется лякзор быть шива то есть это механизм который заложен когда ты осознаешь корень тех действий или тех решений которые завели тебя в это плохое состояние и ты его исправляешь и в этот в эти девять дней мы глобально вспоминаем за что был разрушен первый храм за что был разрушен второй храм за что если народ находится 2000 лет в изгнании и мы исправляем вот эти вот корни грехов значит второй храм был разрушен последний храм за беспричину ненависть друг другу значит ее нужно убрать полностью себя и все грехи убийства разврат первый храм был разрушен и до поклонства все это нужно из себя вообще убрать чтобы ни следа не осталось проверить себя нет ли какого-то идолопоклонство может быть идолопоклонство тут современные идолы это деньги власть развлечения это все современные идолы как человек думает что у них есть сила какая-то да а по факту сила такого всевышнего все теперь значит на сегодня книга йом йом говорит нам рэбе шалом дофбе это у нас какой пято любая части рэбе он говорил так когда придет маша когда произойдет это вскоре в наши дни мы будем по-настоящему тосковать по дням изгнания о очень интересно как то мы будем тыскать то есть очень странно придет машей ах а мы будем тосковать по дням и знания мы будем по-настоящему переживать что не трудились в дни сгнания и ощутим настоящую боль от несовершенства нашего служения наше дни это время служения сегодня мы должны трудиться чтобы подготовить себя к приходу маш shirt да произведет это вскоре в наши дни. То есть он Ребет Довбер, он Шалом Довбер, он здесь использовал такой прием, как то есть мы сейчас сказали мудрецинам, что мы должны сейчас увеличивать как сказать, вот месяц Адар, Марбин Бесимха, мы увеличиваем радость, нужно каждый день стараться радоваться больше, больше, больше. А тут мы Беном и Царим, и мы убираем радость, наоборот. Да? В эти дни не моемся горячей водой, не пьем вино, не едим мясо, не слушаем музыку, музыку запрещено слушать, чтобы музыка радует сердце. И мы в эти дни становимся, как бы страдать начинаем, да? Зачем страдать? Чтобы вспомнить, что храма нет, а чего радоваться-то, да? А он сделал то же самое, только он нам говорит, смотрите, а вот представьте, что уже пришел Машея, и мы будем тогда страдать, что мы сейчас не занимались служением, работой, медсво, заповедями. И иногда страдание, оно может стать очень сильной мотивацией, очень правильной, сильной мотивацией в хорошем направлении. То есть человек, он так устроен, что он, ну, не хочет страдать, никто не любит страдать. Но, если, например, ты говоришь человеку, вот, вставай, иди на тренировку. Он говорит, не, я не хочу страдать. Ну, что буду, что я буду страдать, идти бегать куда-то там, все это, что я дурак, что ли? я не буду страдать. А ты ему говоришь, а представь, например, ты не пошел на тренировку день, два, три, год, и через год у тебя там ты кривой, горбатый, нога отпала, и ты в больнице. Он такой, я боюсь, не хочу. Тогда идем на тренировку. И он пошел на тренировку. То есть вопрос, чего ты боишься. Или ты боишься страдания сегодняшнего, или ты боишься страдания, которое наступит, когда придет Машеах, и ты поймешь, что ты в пустую терял время. То есть у человека большинство его страданий, они в воображении. Потому что как страдание от тренировки, на которую надо идти, оно воображение. Страдание от учебы Тора, воображение. Страдание, а если я стану религиозным, как я буду зарабатывать? Воображение. Все страхи, страдания, все воображение. И вопрос только, как ты эти страдания у себя воображаемые, расставишь. Мудрецы нас научили сейчас, что возьми сейчас на себя вот это вот страдание в эти дни осознанно. Почему? Потому что это время, оно предназначено для страдания. Если ты не возьмешь его сам на себя, так оно как-то на тебя придет со стороны. Дальше. Раби, вот то, что мы сейчас учим, Раби Шалом Довбе. Он говорит, представь, придет Машеах, и тебе стыдно будет. Ну, как тебе стыдно будет за то, что ты сегодня не занимался. Тоже ты берешь страдания, но тебя стимулирует двигаться в правильном направлении. Понятно, да? Хорошо. Книга «Обретение неба на земле» дает нам еще один такой рисуночек, очень интересный такой, как зарисовка. Значит, был такой Раби Йоханнен бен Закай. Он как раз жил во времена разрушения второго храма. Он как раз был главный мудрец в то время, когда разрушен был второй храм. То есть, собрались вокруг римляне, значит, осада Иерусалима. В Иерусалиме были разные партии, которые между собой ссорились и так далее. Были такие бирюнимы они назывались, которые, такие прям были они очень грубые. Ну, такие они прям очень смело грубые, такие были, бирюнимы так они себя называли. И были те, которые партия мира. Они говорят, слушайте, ну, как с римлянами воевать? Римляне, они, ну, это же звери вообще, да, какие-то. Они полмира захватили. Давайте сдадимся. Это партия мира говорит. Давайте сдадимся. Они тогда не разрушат Иерусалим, чуть-чуть побудем под их властью, а потом, значит, ну, как-то Бог поможет. Это была партия мира. А бирюнимы говорят, что, чтобы мы сдали с каким-то римлянам? Нет, мы будем воевать. Те говорят, нет, значит, мы, те говорят, мало этого, мы сейчас нападем на них и всех их поубиваем, этих римлян. Партия мира говорит, нет, давайте хотя бы, ладно, уже не будем сдаваться, будем сидеть просто, пока они сами не уйдут. У нас здесь есть в Иерусалиме склады хлеба, склады дров, склады воды, все у нас есть, будем сидеть в осаде. Так эти бирюнимы что сделали? Они сожгли эти склады. Они говорят, нет, мы будем воевать до последнего, прямо сейчас выходим и воюем. В общем, вот эта вот вся такая внутренняя расприя у них идет в Иерусалиме. И в это время Рабаднюханан Бензака, он был главный мудрец. Он говорит, я пойду, значит, договариваться с римским императором, с римскими военачальниками. В общем, перетворился он, что он мертвый, его, значит, а в Иерусалиме нельзя мертвое тело держать, это святой город. И те, которые были защитниками Иерусалима, эти бирюним, они, значит, говорят, вот умер, значит, умер раввин великий. Вот сегодня похороны главного раввина в 10.30, похороны одного из главных раввинов Иерусалима, 95 лет, значит, вчера ночью умер Раф, его зовут Равицка, Квайс. Он был глава объединения всех самых таких вот ортодоксальных раввинов, которые вообще прям самые такие вот, которые мы ашарим. И он, значит, умер. Его сейчас будут хоронить на Масличной горе в 10.30. Вес Иерусалим перекрыт, перейдет там его на проводы, наверное, полмиллиона человек придут его хоронить. Потому что, ну, вот так вот почитали таких людей. И тут умер раб Йоханнан бен Закай, его война, там, римская армия, ученики его говорят, он умер. Те хотели проткнуть тело, чтобы, ну, удостовериться, что он умер. Они говорят, ну, вы что, это же велит и раввин, какой-то садик, все, значит. Ну, те говорят, ладно, выбрасывайте его туда. И они его вытащили из Иерусалима, а он спокойненько отряхнулся, встал и пошел. Заходит вот раб Йоханнан бен Закай к римскому военачальнику, по-моему, не помню, как его звали. И ему говорит, уважаемый император, говорит, вот, пощади Иерусалим. Тут ему говорит, нет, говорит, дедушка, я не император, я, говорит, военачальник. А ему говорит Роман Йоханн бен Закай, сказали наши пророки, что Иерусалим может разрушить только император. Значит, ты, говорит, император. Он говорит, да нет, я не император, все. Значит, пока они там разговаривали, разговаривали, заходит посыльный и говорит, в Риме свергли очередного императора. И, значит, сенаторы, там, те, которые в Риме решают, кто будет императором, послали, значит, за тобой, чтобы, чтобы, значит, тебя сделать императором. Решили тебя сделать императором. Представляете? Значит, тот ему говорит, да, говорит, как ты узнал, что я император? Ладно, говорит, что хочешь. Он говорит, Роман Йоханн бен Закай, хочу, чтобы ты пощадил рабица, только одного из там мудрецов, чтобы ты дал возможность мудрецам сделать в городе явную академию, чтобы ты сохранил жизнь мудрецам, чтобы Тора не забылась. И третье, что он попросил, я не помню, три вещи. Он не попросил спасти Иерусалим, потому что он был уверен, что на небе уже постановили Иерусалим разрушить, и, как говорят мудрецы, что физическое разрушение Иерусалима, это было уже следствием духовного разрушения. И он, очевидно, видел, что духовное уже произошло разрушение, поэтому он не просил спасти Иерусалим. Вот нам сегодня про него рассказывается в книге обретения неба на земле, что Раби Йоганн Бензакай, мудрец Талмуда, который плакал на смертном адре, через какое-то время он приблизился к смерти и объяснил своим ученикам, почему он плачет. Он говорит, я не знаю, по какой дороге меня возьмут. Или в ад, или в рай. То есть, он самый великий мудрец, и он сомневался, по какой дороге меня поведут. У меня нет сегодня дня рождения. Знаю, чем меня поздравляют. У меня нет дня рождения. Может, с чем-то днем рождения меня поздравляют, но у меня лично нет. Я не знаю, это ошибка какая-то. Все меня начали поздравлять вдруг, неожиданно. У меня нет дня рождения сегодня, у меня день рождения вообще в мае, если взять по невресте, в Ияре, да. То есть, у меня день рождения, когда день независимости Израиля, вот у меня день рождения в день независимости Израиля, 4-го Ияра. У меня день рождения, да. Хорошо, или 5 мая. В общем, раба Йоханан Бен Закай перед смертью говорит, не знаю, по какой дороге меня возьмут. Вероятно, он раньше не задумывался над этим. Некоторые люди постоянно беспокоятся, что с ними произойдет в конце. Раби Йоханан Бен Закай был слишком занят мыслями о том, что надо делать теперь и здесь, до самого последнего момента. Это вот такой ракурс, значит, что он тут не знал, а из этого делает вывод автор книги, что в течение жизни он просто не задумывался. Ну, это вывод интересный, да, что человек пока живет, он не должен задумываться над тем, что будет с ним далеко-далеко, когда он умрет. Когда умрет, тогда будет видно. Он должен задумываться над тем, что сегодня. И действительно, это очень такая интересная идея, потому что вот если мы посмотрим на ракурс сегодняшнего дня, вот какой твой сегодняшний день, такая твоя жизнь. То есть, день человека – это его жизнь в миниатюре. Если мы посмотрим на свою жизнь, да, на день твой, вот сегодняшний день, например, да, каждого из нас, это как мини-модель жизни. Чем ты занимаешься сегодня? Какая твоя жизнь? И по сегодня можно понять, как ты будешь жить дальше. И иногда это пугает. Иногда это пугает, потому что человек, который проводит свою жизнь бесполезно, без развития, без помощи другим, без какой-то радости, которую он приносит другим людям, там, себе, то жизнь у него такая будет. Что это за жизнь такая, да? И очень важно именно сфокусироваться. Ты не можешь думать, я изменю свою жизнь глобально. Это не работает. Ты измени свою жизнь локально сегодня. Сегодня, чтобы твой день был правильный, упорядоченный, чтобы в нем было… Вот начали мы хорошо день с урока Торы, да? Начали с урока Торы, потом повтори, потому что, опять, можно прослушать 100 уроков Торы, это ничего не меняет в твоей жизни. А можно прослушать один урок Торы, взять из него что-то и применить. Потому что тот, кто учит Тору, что бы делать, тому помогают с неба и учить, и обучать, и запомнить все, что он учит, и сделать. То есть очень важно сделать какой-то практический вывод из урока Торы и применить его. Дальше. А что дальше-то? Дальше у каждого полная свобода выбора, что делать. Да, может быть, человек, например, не дай бог, если он в тюрьме, у него такой особой свободы нет. Но даже в концлагере был Виктор Франкл, который говорил, что внутреннюю свободу мне не забрать. И внутри человек может, где бы он ни был, внутри он абсолютно свободен выбирать, о чем думать, чем заниматься в своих мыслях. И вот здесь это ключ ко всему. Или человек принимает решение, что я распределяю свой день так, так и так. Или он, то, что мы сейчас занимаемся, Беном и Царим, он исправляет свои какие-то прошлые решения, это называется лакзор битшива. Он пересматривает свою жизнь, какие-то прошлые свои ошибочные решения, он пересматривает и принимает новые решения. То есть он как бы в духовном плане меняет свое направление. Это называется «Надо делать теперь и здесь». До самого последнего момента Рабанехан Бензака не думал, куда он пойдет. Правильно, потому что что думать, куда ты пойдешь? Ты до последнего момента можешь делать для того, чтобы твоя дорога дальше после смерти была лучше. И мы учили в Пертьевод, что говорил это Раби Элизар Бен Урканас. Он говорил, что... Значит, как он говорил? Сейчас. В общем, не помню, это он говорил или кто-то другой, что... Да, это он говорил. Значит, сделать шву за день до своей смерти. Так его спрашивают, а как можно сделать шву за день до своей смерти? Никто не знает день смерти. Он говорит, именно поэтому делай ее сегодня, потому что ты не знаешь, когда день твой смерти. Поэтому, чтобы быть уверенным, что ты за день до смерти сделал шву, раскаялся, так делай это сегодня, потому что завтра может и не быть. Очень много людей, прям реально, смотришь, читаешь, вот так вот, ехал на работу, не доехал, авария, еще что-то, еще что-то, не дай бог, да, поэтому лучше, лучше прям конкретно, прям сегодня принять решение, значит, принять решение двигаться в сторону Всевышнего и это решение выполнять сегодня, не с завтрашнего дня, не с понедельника, а именно с сейчас. Хорошо, книга Дворим, мы начинаем сегодня последнюю книгу, последнюю книгу Торы, пятая книга называется Дворим, в Таразаконе ее есть, еще у нее название, в этой книге Моше Рабейну, перед смертью, он повторяет всю Тору, как бы повторяет всю Тору. Начинается книга Дворим так, Эля Дворим, Ашер Дибер Моше, вот слова, Дворим это речи, слова, которые говорил Моше всему Израилю, Бе Эвер Ярден, на той стороне Рити Ярден, перед заходом это было в землю Израиля, Бамидбар, Барава, в пустыне, в степи, Муль Суф, напротив Суфа, Бен Паран, Убен Тофель, Велаван, Вехацерот, Веди Заав. Идет перечисление мест, которых не было, очень странно, что это за код, помните мы говорили, что в Торе четыре уровня понимания, есть простой уровень понимания, есть намек, есть драж расшифровка и есть сот тайна. Вот здесь яркий пример, здесь яркий пример того, что, что такое намек, вот речи, говорит нам Раша, объясняет комментатор Русная Тора, что это речи были обличительные, он начал с того, что он увещевал народ Израиля и обличал их, здесь перечислены все места, где они гневили вездесущего, и он говорил, не называя открыто, и прибег к указанию непрямому из почтения к народу Израиля, но он как бы указывал на их грехи, но не прямым текстом. Например, вот там он говорит, допустим, человек грешил в Харькове, в Киеве, в Нью-Йорке и в Полтаве, и еще там в этом где-нибудь. И он говорит, значит, вот я расскажу вам сейчас кое-что про город Харьков, он не говорит, что там было, про город Нью-Йорк, про Будапешт и про Польшу, например. И он так говорил, это все, кто поняли, поняли, те, кто не поняли, не поняли, значит, но это было намеком, то есть он не напрямую. Значит, дальше, дальше тут идет про каждое место идет, рассказывается, где они и как они в этом месте согрешили, но он это не сказал, что вот вы там за манвы, в это самое, против манвы выступали, в землю Израиля не хотели зайти. Дей-Зааф, это, помните, было вот это место, Дей-Зааф, порицал их за золотого тельца, которого они изготовили из-за избытка золота, которое было у них. Как сказано, серебро умножило ей золото, чем служили они балу. То есть, получается, что он им говорит, вот в том месте, где было много золота, помните? Они такие, помним, помним, а это было золотой тельце, они сделали. То есть, очень мы отсюда учим разные вещи. И было в сороковом году. Это было на сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый день месяца он начал говорить. Получается, а умер он в двенадцатом месяце седьмого Адара. То есть, он говорил 30 дней, 37 дней он говорил, значит, вот эту свою последнюю речь, он полностью пересказывал всю Тору. Интересно, никогда не обращал внимания, это почти сорок дней, которые он Тору получал. То есть, для того, чтобы все это, даже вкратце, пересказать без объяснений, нужно сорок дней. А чтобы запомнить, нужно сорок лет, которые они были в пустыне. Представляете? И он говорит, да. И говорил он это после того, как разбил Сихона царя и Мария, обитавшего в Хижбоне, и Ога царя Башана, обитавшего в Аштарот в Эдрее. Тоже тут очень устная Тора на это дает нам такой акцент, что когда ты увещеваешь кого-то, да, то есть, ты ему хочешь сказать о его там ошибках, о его грехе, то ты должен вначале доказать ему свое хорошее отношение. И Машарабену им говорит, смотрите, вот только что мы победили в войнах, в двух тяжелейших войнах, и мы победили в них без, вообще без, никто даже у нас не умер. То есть, вы видите, что как я к вам хорошо отношусь, что я вам помогаю, что мы классно прошли войны, что Всевышний с нами. То есть, вы видите, как я вас вывел из Едипта, так я сейчас, как обещал вас завести в землю Израиля, вот мы подошли, значит, вы зайдете, землю поделите, все будет хорошо. Но, и он тут начинает им говорить о их ошибках, потому что если они эти ошибки в себе не исправят, то они будут повторяться снова и снова. Это как грабли, которые только внутри человека. Если у человека есть какая-то неправильная модель поведения, то если он ее в себе не исправит, то как бы ни менялась внешняя ситуация, эта модель поведения, это как язва такая, да, как болезнь внутри, которая все равно его, человека, будет постоянно уничтожать и приводить к каким-то проблемам в жизни. Поэтому Маша Рабейну им очень четко, ну, решил объяснить, какая есть у них проблема. И, значит, вот будет сейчас книга дворим, мы все это узнаем, все это мы узнаем, что он им говорил. Значит, он полностью пересказывает, вы сегодня как звезды, приумножил вас, значит, Господь Бог ваших отцов да прибавит к вам против того, сколько вас тысячекратно, и да благословит он вас, как говорил он вам. То есть он их благословляет и в то же время указывает на их ошибки. Все, дорогие друзья, значит, у нас сегодня, я вам очень советую и рекомендую, видите, вот внизу одна ссылочка, сейчас сравнялись то, что учит Тору за пределами земли Израиля, и с книги дворим опять все выходят на один ритм, читают одни и те же главы, что за границей, что в Израиле. Поэтому у нас, видите, внизу осталась одна ссылочка. Нажмите на эту ссылочку, Телеграм, и скачайте книжечку, которая называется Дворим 5752 года, день первый. И прочитайте еще раз. Учит Тору это не только слушать. Слушать это мы как бы, ну, чтобы глубже что-то понять, чтобы как-то оно зацепило. Но учить Тору это знать. То есть нужно еще раз прочитать, повторить, вникнуть, желательно кому-то переслать, помочь. То есть изучение Тора это возможность активного соприкосновения со Всевышним через слова Тора, которые он дал. Дэн, очень рад тебя видеть. Все, всем удачи и успехов. Чтобы Тора, как божественный свет, она внутри вас осветила, дала вам силы. И чтобы сегодняшний день был наполнен именно вот этим вот внутренним духовным светом. Все. Шавуатов, хорошей неделе. И чтобы вот эта вот маленькая часть света, она рассеивает большую тьму. Чтобы каждый из нас вокруг себя включил этот свет. И чтобы тьма все зло, чтобы оно все исчезло и рассеялось. Все, наступил мир и все хорошее.